7 класс, 32 серия. Высказывания. Это всякое утверждение, о котором имеет смысл говорить, истинно оно или ложно. Например, истинное высказывание 6 делится на 3. Ложное высказывание 7 делится на 3. Не является высказыванием х делится на 3, потому что неизвестно, какое значение принимает х. Может быть, делится, а может быть, и не делится на 3. Из любого высказывания можно получить новое высказывание, его отрицание, добавив частицу «не» или слова «неверно», «что». Допустим, есть высказывание «а», можно добавить частицу «не» и получится его отрицание. Если высказывание «а» истинно, то его отрицание ложно и наоборот. Например, истинное высказывание 6 делится на 3. Добавим частицу «не» и получится ложное высказывание. 6 «не» делится на 3. Если высказывание «а» ложно, 7 делится на 3. Добавив частицу «не», получим истинное высказывание. Частицу «не» или слова «неверно, что». Неверно, что 7 делится на 3. Получилось истинное высказывание. Из двух или нескольких высказываний можно получить новое, объединив высказывание с союзом «или». Получится сумма высказываний или дизюнкция. В каком случае дизюнкция истина, а в каком ложном? Дизюнкция истина, если истина – хотя бы одно из высказываний. Хотя бы одно истина – дизюнкция истина. А дизюнкция ложна только в том случае, если оба высказывания ложны. Исключающая дизюнкция или «а» или «б». В каком случае исключающая дизюнкция будет истина? Вот она истина только тогда, когда одно высказывание – истина, другое – ложно. Одно – истина, другое – ложно. Вот только в таком случае исключающая дизюнкция – истина. Если оба высказывания истины, исключающая дизюнкция – ложно. Если оба ложны, тоже ложно. Конъюнкция – произведение высказываний. Высказывания соединяются с союзом «и». Конъюнкция – истина только тогда, когда оба высказывания истинны. Во всех остальных случаях конъюнкция – ложно. Импликация. Высказывания соединяются словами «если то». «Если А, то Б». Здесь очень важно, какое высказывание идёт после слова «если». То, которое идёт после слова «если» – это условие. Значит, А – условие, Б – заключение. Итак, импликация. «Если А, то Б». В каком случае импликация – истина и в каком – ложно? Ложно. Импликация только в одном случае, когда условие – истина, а заключение – ложно. Во всех остальных случаях – импликация – истина. Обратите, пожалуйста, внимание, что если условие – ложно, импликация – истина. Первая задача. А, Б и С – жители острова рыцарей и лжецов. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. А говорит – мы все лжецы. Б говорит – ровно один из нас лжец. Кем является С – рыцарем или лжецом? Итак, у каждого две возможности. То есть каждый либо рыцарь, либо лжец. По правилу произведения 2 умножить на 2 умножить на 2 будет 8. В таблице представлены все 8 возможных вариантов. Давайте рассмотрим эту таблицу и найдем тот вариант, который подходит. А говорит – мы все лжецы. Рыцарь не может так сказать. Значит, первые 4 столбца можно сразу исключить. А не рыцарь. Рыцарь так не скажет. Вот этот вариант, когда все лжецы. Тоже надо исключить, потому что лжец всегда говорит неправду. Если А говорит – мы все лжецы, то получится, что он в этот момент сказал правду, потому что 3 лжеца. Так, давайте рассмотрим вот этот вариант. А говорит – мы все лжецы. Б, который является лжецом, говорит – ровно один из нас лжец. Ну, сказал неправду, на самом деле два лжеца. Значит, этот вариант подходит. Оба лжеца говорят неправду. Так, давайте рассмотрим этот вариант, когда Б является рыцарем. Рыцарь всегда должен говорить правду. Он говорит – ровно один из нас лжец, а на самом деле два лжеца. Надо исключить этот вариант. А вот этот подойдет. А – лжец, Б – рыцарь и С – рыцарь. Вопрос задачи – кем является С? В обоих случаях С – рыцарь. Значит, ответ в этой задаче – С – рыцарь. Давайте решим еще одну задачу про рыцарей и лжецов. Задача такая. А, Б и С – жители острова, рыцарей и лжецов. На острове два города. В одном городе живут только рыцари, а в другом – только лжецы. А говорит, Б – лжец. Б говорит, А и С – из разных городов. Кто такой С? В таблице представлены восемь различных вариантов. Давайте рассмотрим эту таблицу и выберем тот вариант, который подходит. А говорит, Б – лжец. Значит, если А – рыцарь, он должен говорить правду. Значит, первые два случая можно исключить, потому что здесь будет и А – рыцарь, и Б – рыцарь. Так, вот эти варианты пока оставим. Если А – лжец, он должен говорить неправду. Если лжец говорит, что Б – лжец, то получается, что он сказал правду. Значит, эти два варианта тоже можно исключить. Итак, из восьми вариантов осталось четыре. Давайте рассмотрим вот этот вариант. Если А – рыцарь, он говорит Б – лжец. Пока всё правильно. Что говорит Б? Б, который является лжецом, говорит А и С из разных городов. Да, он сказал неправду, потому что на самом деле А и С – рыцари, и они живут в одном городе. Так, а этот вариант надо исключить, потому что получится, что лжец сказал правду. Так, рассматриваем вот этот вариант. А – лжец, Б – рыцарь, рыцарь говорит правду, А и С из разных городов. Нет, это неверно. А вот этот вариант подходит. Лжец говорит не правду, а лжец. А Б – рыцарь, он говорит правду, что А и С из разных городов. Итак, эта задача имеет два решения. В обоих случаях С является рыцарем. Вопрос задачи – кто такой С? Ответ – С – рыцарь.